Вот, дорогие земляки, я попал на вечернее время вот той вот этой аллеи, или бульвар новый, который на бывшей улице электрической здесь построили вечернее время тут ганти зажгли, здесь вот гипермаркет, март такой вот, это вся территория бывшего вещевого рынка, каравана здесь где я стою, вот здесь, дорога так все, плиткой изложена мостики, здесь вот такой вот фонтан, длинный, видите фонтан, самый длинный фонтан, наверное, в городе огоньки, там вот музыка слышна, видать, там для людей, для отдыхающих и вон там башня с часами стоит, это в том месте был памятник, джамбылу стоял там вот здание вот это вот, первое это вот типография, а потом аптека же Сулан вот тут беседочки так вот устроено, для отдыха тоже, когда жаркое время здесь вот они спасают в тени такие красивые эти фонари, стоят фонарный столб а это вот стена, которую мы видим, она вот как раз граница улицы электрической там вот за ней а за стеной там это жилая, еще дома остались, жилой сектор остался а надписи вот на этой стене, это история города Тараз, описана на самое начало ну красиво здесь, красиво конечно вечернее время, я тогда снимал днем вот, и другой был совсем эффект вот, а сейчас вечернее время и вот там вот купол мечети, помните, мечеть тут вот торговые ряды были, вот мы выходили как раз с торговых рядов на улицу электрическую, и там вот вход в мечеть был вот в мечеть строятся сейчас вот входные вот эти вот два столпа стоят входные будут эти там он купол, такое здание, это дружба народов ассоциация там, департамент, ассоциация вот 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 такая красота, можно сказать ну вот такой обзор вечерний я встаю здесь на территории историко-культурного центра древний Тараз это вот ассамблея народов Казахстана здесь вот такая вот стол стоит, это вот с колокольчиками, когда ветер дует и тут они начинают звенеть, специально такая сделана аэродинамика сейчас ветра нет, и они не звенят там он агантит, это все территория бывшего зеленого базара территория бывшего зеленого базара вот такое он здесь построили 6 лет назад цветочки здесь вот, клумбы вот медленно тут переходим в входные ворота арка вот такая стоит арка а за ней мы видим площадь выше, площадь Жамбыва была часы стоят на месте памятника Жамбыву вот примерно через эти ворота был вход на рынок хотя не здесь, а вон там чуть-чуть дальше там где он в лагере начинается там был вход ну дневное время я снимал часто в вечернее время я вот с внуками здесь пришли отдохнуть, прогуляться думаю сниму для вас там он типография зданий я там уже давал объяснение там вот здание подсвечено вот таким вот светом это вот мечеть ну вот пройдем-ка мы туда сейчас вот Алматы, Колосына раз Колосына ну это, наверное, эти, наверное, алматинцы когда был этот дата была такая 150 лет, по-моему, казахского ханства вот каждый город Казахстана какую-то леппи свою внес по всей видимости вот здесь алматинцы помогли вот древний Тарас историко-культурный центр надпись такая вот мы видим там вон гипермаркет стоит на месте вещевого рынка Карава ну и вот такая вот арка здесь ну здесь гуляние предполагается, конечно сейчас немножко ограничено тут, конечно предполагается здесь большие сборище людей когда открытие было это было 25 декабря 19-го года здесь полная была территория перед Новым годом как раз перед 20-м годом людей тогда еще не было пандемии вот и вот там в основном эти там тротуарчики там вот и клумбы цветы особо такого ничего нет ну и там вот дальше навесы там это раскопки вместо раскопок а мясной крытый рынок там как музей мы приспособили его там вон башня видна это смотровая туда можно на лифте подняться и посмотреть город также территорию вот этого центра культуры здесь также вот такой вот атрибут поставили телега или орба наверное тут все здесь тут мои внуки здесь сейчас нахуй вот такая вот телега деревянная деревянная один к одному сделано я не знаю вот там есть где-то аттракционы детские внуки тоже хотят покататься вот такая вот территория красиво конечно вечернее время здесь второй раз нахожусь первый раз когда открытие было это было зимой а сейчас уже лето жара была сегодня тот улица коммунистическая бывший талибий вот вот вход был вот здесь вот где плаги стоят там был вход примерно чуть дальше туда за той стеной вот так вот задача она тянется до улицы промышленной и дальше там тоже до кошкомбината правая сторона тоже там есть аллея до самого территории кошкомбината этот комплекс а христа там музеи основном а там вот видите два столба то только на улице пушкина это выходить вот такая вот ситуация такая вот обстановка ну вот и вы тоже дорогие зимы типа бывали со мною там вон юрта там кумыс можно сейчас закрыта кумыс ну вот я поделился с вами